Диагноз «Детский церебряльный паралич» был поставлен осеме дочери Мейрим и Сагалиевой в возрасте 4 месяцев. Материальное положение маленькой семьи не позволяет получать дорогостоящее лечение. К тому же, Мейрим не может устроиться на работу, поскольку нужно ухаживать за осемой. Единственный доход в пособие дочки. Вначале получила 4000 сумм в дочке, а также за уход. Всего 4900. После увеличили пособие на 2000, и мы получали по 6000. Теперь вот, получаем по 8. Я дочку вожу к частным массажистам, где плачиваю 5000 сумм, чтобы дочка получала более качественные процедуры. Иногда родители помогают, но у них свои заботы, как говорится. Но вот теперь мы начали чувствовать ощутимую поддержку. Невропатолог сказал, что лечение вряд ли поможет, но и не отчаиваясь. Джангл Канда Ирбекова – мать троих детей. Сейчас им по 14 лет. После их рождения медики обнаружили проблемы ментального здоровья. В настоящее время Аманбеки, Сенбеки и Турсунбек учатся в спецшколе. Они помогают по хозяйству матери, которая вынуждена работать, поскольку прокормить детей на пособие довольно сложно. Сначала повысили до 3000, после до 4000, но с нового года получаем по 8000 сумм каждому ребенку. Есть надежда, если показать их логопеду, психологу и другим специалистам, их состояние улучшится. Было время, когда мы стояли перед выборами – покупать лекарства или продукты питания. Благо, сейчас стало легче после поддержки. В конце прошлого года государство увеличило гарантированные социальные выплаты с 50 до 200%. Это стало существенной поддержкой тысячам семей, чей основной источник дохода зависит от пособий. До октября прошлого года дети с инвалидностью до 18 лет получали по 4000 сомов. В основного года эта сумма была увеличена от 6000 до 8000 сомов. Увеличилось также количество лиц с инвалидностью первой группы с детства и детей, рожденных от матерей с ВИЧ и СПИДом. Вторая группа получила 6600 сомов, а третья получила 5400 сомов. Следующая категория – это дети, которые потеряли обоих родителей. Если они до октября прошлого года получали по 2000 сомов, то уже с января этого года по 6000, что означает повышение на 200%. Столько же получают дети родителей, которых неизвестны. Кроме того, предусмотрено ежемесячное пособие нуждающимся гражданам, имеющим детей до 16 лет. 112 тысяч семей, получающих это пособие, смогут пользоваться электроэнергией по льготному тарифу в размере 50 тынов.